Доброе всем утро! У нас утро началось с Игоря с медведем. Короче, дальше изучаем функционал. Смотрите, медведь умеет загадывать загадки. Например... В густом лесу, в допыле на старом дубе, орешки я грызу. Белка. Ух ты, тебе что, не загадай, ты отгадываешь. Молодец. А сегодня загадать, я отгадываю. Так. Шумит он в поле и в саду, а в дом не попадет. И никуда я не иду, покуда он идет. Дождик этот. Дождик. Правильно. Изгадали мы загадку. Теперь мы изучаем цифры. Смотрите, какой функционал. Тройка. Тонкое колечко упало на крылечко. Раскололось. Посмотри, получилась цифра три. Вот это. Покажи мне, где цифра? Ты чуть-чуть ошибаешься. Подумай, еще не нужно. Вот это? Ой, это другая цифра. Давай поищем два. Но один и два он на зал верно. Нет. Не это. Как выглядит три? Как две загогулинки такие. На бублик похоже тройка. Теперь, друзья, я буду показывать. Надо накраситься сегодня немножко. В общем, знаете, какие минусы заложенного носа? Мы сейчас сидим, играем, играем. И я чувствую, что-то пахнет странно. Нос забит. Я запахи почти не чувствую. Ну, в общем, я там по обу поставила вариться. Как бы поджарилась уже. Мы с Артешкой раскрашиваем. Сидим тут. Доставая раскраски. Ложила его спать на дневной сон. Он проспал 40 минут и все. Я только успела на письма ответить, съесть яблоко и тут ребенок просыпается. Я хотела приступить к основной работе. Курсу немецкого. И что-то я вся такая прям, короче, засыпаю на ходу. Я даже температуру померила. Она почти нормальная. Ну, 37,1. Вот, но прям рубит ее меня. Я не знаю почему. Может, из-за того, что дождь собирается идти. Будем надеяться на это. Не знаю, почему я такая. Вот. И... Зайка, ляг на коврик к мне поближе, а то пол холодный. Давай. Давай, давай, давай. Вот, молодец. Не помещайся. Не ногами игрушки. Я не могу убираться сил нетов. Читала комменты. И, во-первых, разразился спор по поводу пенсии моей мамы. Потому что я даже специально ей написала, чтобы узнать, какая у нее пенсия. Я вам сказала, что у нее было меньше 10. Теперь 10 с чем-то. У нее действительно было меньше 10. Но теперь у нее пенсия 11.400. Что-то такое. Так что, извините, я немножко вас обманула на 1000 рублей. Но, как бы, блин, все равно, ребят, 1000 рублей. В современном мире я не знаю, что это. Ну, серьезно. В магазин идешь, овощи одни накупишь, уже там у тебя 600 рублей. Просто овощи на пару дней. Поэтому эти пенсии, они какие-то нищенские. И очень классно. У кого там хорошая пенсия, типа 30 тысяч, это реально круто. Это очень хорошая пенсия. Но вот я, например, работаю ипэю. Неважно, сколько я зарабатываю, у меня будет минималка. Типа такой, типа 11 тысяч. Что можно сделать на 11 тысяч, я не знаю. У нас на еду уходит в три раза больше. Хотя, как вы видите, мы никаких деликатесов не покупаем. Ну, нормальное свежее мясо и фрукты у нас есть в рационе. Просто нормальное питание. 30 тысяч на семью. Вот так вот. Вот. И... Да. И про то, что у меня ненасыщенные влоги. Я согласна с вами, ребята. Но у меня канал про мою жизнь. И моя жизнь бывает вот такой тухлой иногда. Я бы сейчас с удовольствием съездила в город погулять. С ребенком в зоопарк. Потом в озорные белки хочу. Кто давно смотрит, меня помнит. Мы туда зимой ездили. Хочу в гости к бабушке с дедушкой. Но это вряд ли в ближайшее время, с учетом нашего здоровья. К маме мне надо побочь. И там яблоки вообще забрать. С Мариной хочу увидеться. В Икею мне надо съездить за мебелью. Ой. В магазин ему за кроссовками. Еще меня зовут, как всегда, по бартеру, там, волосы, ресницы, брови, ногти сделать. Я бы все с удовольствием сделала. Но я... Чего? Я в соплях. Фотосессия у нас должна быть. Пришлось переносить. Вот так что... Вот так вот. Но я, честно вам скажу, во-первых, на меня очень повлияла дача. Потому что она дала мне огромную перезагрузку. И у меня прекрасные остались впечатления от нее. И, кстати, у меня вопрос к садоводам. Скажите мне, пожалуйста, чтобы я была заранее готова. Когда я должна заботиться вопросом посадки рассады? Потому что я хочу помидоры и огурцы немножко посадить в следующем году. Вот я когда должна начинать весной шевелиться? Напишите, потому что я вообще ничего не знаю. Я весной буду гуглить, как посадить помидоры. Инструкция для чайников. И вот это позволило мне перезагрузиться. И еще плюс. Я послушала лекции психологов на тему позитивного мышления. Это действительно меня как-то перезарядило. И я вот сейчас просыпаюсь с утра, думаю, так, еще один день дома. Вот когда я на карантине сидела, у меня реально прям просыпаться не хотел. Левитка, принеси, пожалуйста, туалетную помогу. Я тебя высморкаю. Сходи. У меня сил нет встать. Зайка, я тебя очень хорошо. У меня тоже. Нету? Ну, будем в соплях лежать. И, в общем, я сейчас просыпаюсь и думаю, блин, как классно, что мне не надо никуда тащиться. На общественном транспорте. Ни перед кем не надо отчитываться, что там я на больничном не могу выйти. Что я могу работать из кровати. Что я сегодня приготовлю себе вкусную еду. Мы поиграем с сыном. Мы почитаем новые книжки. Я посмотрю фильм какой-нибудь еще. Я свои книжки почитаю, поухаживаю за собой. Сегодня, кстати, уже поскрабила свои проблемные зоны с крабом, который я показывала. В институте последний. Он такой кайфовый, нереально. Лицо пока еще не трогаю, но вы видите. Вот это, кстати, это последствия именно того, что болею. Жарница кожи вокруг носа. Вот. И я в такой гармонии, в позитиве. Я очень хочу вам это передать. Я надеюсь, это чувствуется, несмотря на мою физическую усталость. Но психологически я прям напомню. Вот. Я с нетерпением жду, когда мы выздоровеем на недельку опять. Вот. И потом хоть кому-нибудь, куда-нибудь мы съездим. И я сейчас очень много работаю над своими курсами немецкого. Каждый раз, когда я сажусь за компьютер, я думаю, так, я сейчас сажусь, чтобы заработать на свой дом. Или квартиру. Ну, у меня в мечтах дом, поэтому я думаю о нем. Вот. И это безумно мотивирует работать. И плюс мне очень интересно то, что я сейчас сделаю. Поэтому я стараюсь как можно больше работать. Но не всегда получается. И Алишер, кстати, сегодня работает. Несмотря на то, что в воскресенье у меня в голове уже перепуталось, какой день сегодня. Будний, выходной я там вообще где-то витаю. Вот. Так что такие вот дела. Она говорила вам целую кучу, но мне хотелось поделиться. И вот как у меня Артемий раскрашивает раскраски. Скажите, у кого-нибудь есть дети, которые тоже монохром любят? Он прям сам мудиться. Вот как я ему в год там дала уже чем-то рисовать. И он всегда так делает. Ой, смотри, у них боковые колесики приделаны. Точно, как у тебя были. В общем, аккуратность это не наша. Малевич у меня растет. Раньше все зеленым раскрашивала. Поздравьте меня. Я заказала посудомойку на Марину. Ее привезут во вторник. То есть, ну, во второй половине следующей недели я ее получу. У нас будет посудомойка Артемий. Нам нужна новая мусорка. Я вот все думаю, может, Икею на дом все-таки заказать без просмотра. А то я не знаю реально, когда мы доберемся до Икеи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мне уже надоело с этим столом. Это действительно неудобно. То, что ребенок вот так на углу. Мне все время, когда вылезать, нужно вот через это протискиваться. Это реально очень неудобно. По интернету закажем? Просто мне реально хотелось съесть, потому что это приятное времяпрепровождение с Мариной. А когда ты заказал недавно, ну, заказала я, заказала. Нет такого кайфа. Артемий спросил, мама, почему мы не готовим компот? Я говорю, так давай тогда откроем тот, который я летом сделала. Предложила ему на выбор, какой он хочет. И он сказал, что яблочный. Сейчас будем проверять, получилось у меня или нет. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет? Да, значит, хорошо сделала. Тебе пахнет? Я вообще ничего не чувствую. Тебе пахнет вкусно. Так, я сейчас проверю, порядка ли мы. Яблочко тебе туда, в чашку прямо? Да. Два. Два. Ну как? Вкусно. Ура! У меня получился компот. Реально очень вкусно. Ммм. Я уложила Артешу, я сижу, наслаждаюсь тишиной, потому что сегодня я одна, лишь после работы уехала к друзьям, и будет ночевать у них. Вот, а что приедет только завтра. У меня тишина, я предоставлю на самой себе. Я сейчас за ужином читала книжку. Ну, короче, я в связи с этими всеми проблемами со здоровьем сейчас увлеклась чтением книг про доказательную медицину. Точнее, сначала я летом прочитала книжку этого антипрививочника, а плевалась вся и решила, что надо почитать что-то более серьезное. Вот проглотила уже одну книжку про иммунитет в Инстаграме, если что, давала отзыв. И вообще, я про книжки там всегда пишу, про все свои прочитанные, ищите хэштег Алиса, прочитала, и будет вам счастье. Вот, а сейчас читаю другую книгу, которая рассказывает про альтернативные способы лечения и о том, какие были проведены клинические испытания, эффективны эти способы, методы или нет. Я уже прочитала про гомеопатию, но, естественно, это неэффективно. Про иглоукалывание, к сожалению, это тоже неэффективно. Я один раз ходила на иглоукалывание, и мне не помогло. Я думала, у меня болит тройничный нерв, но на самом деле у меня умирал зуб. Не помню, с какой стороны. Но у меня вот здесь мертвые зубы, там были огромные кисты, вот поэтому я один зуб и потеряла. Вот, а мне не могли врачи найти, в чем дело, и поэтому я мучилась болями. И я ходила тогда на иглоукалывание, прям помню, мне воткнули кучу иголок. Ну, мне стало лучше за счет самовнушения, по-моему, только. То есть я не могу сказать, что я такая вышла, и боль как рукой с него не работает. Ну, выяснилось, что да, это действительно не работает. Вот, и сейчас я, читая про хиропрактику, ну, это типа остеопатии такая штучка, немножко по-другому. Вот, и тут голова про то, как проводятся клинические испытания. Как, в принципе, любое лекарство испытывают сейчас. Берут там две или больше групп, и одной, допустим, дают таблетки вот эти, которые проверяют, а другие таблетки пустышки дают, для того, чтобы никто не знал, ну, кто какое лекарство получает. И плюс врачи еще, которые дают эти таблетки, не должны знать, что они дают, пустышку или настоящее лекарство, чтобы тоже не повлиять на результаты исследований. Так проверяется все, от прививок до всяких, ну, там, таблеток, пилюль и прочего. Ну, за исключением БАДов. Я думаю, помню, что БАДы не проверяют, к сожалению. Вот, и в общем, история о том, как это все начиналось. Просто послушайте. Основной принцип клинических испытаний просто восходит еще к 13 веку, когда император Священной Римской империи Фридрих II провел один эксперимент, чтобы проверить, как физические упражнения влияют на пищеварение. Два рыцаря съели одинаковый набор блюд, после чего один отправился охотиться, а другой улегся в постель отдыхать. Через несколько часов обоих убили и изучили содержимое желудочно-кишечного тракта. Оказалось, что у спавшего рыцаря пища переварилась. Быстрее! Ну, это не смешно, конечно, что их убили, но это просто в общем контексте это такая шутка юмора. Сейчас, естественно, уже никого не убивают, но общий принцип исследований примерно такой. Ну, блин, вы прикиньте, их накормили, а потом зарезали, чтобы посмотреть, как у них там еда переварилась. Так что вот так, кто спит, у того быстрее переваривается. Доброе утро всем! С Артемием выгуливаем Рексу. И тут очень красиво, посмотрите, какие цвета! Камера не искажает, реально все такое насыщенное. Артёш, ты чё? Слежим воздухом надышаться. Натащим. Лепота. Сейчас пойдем гулять, потому что надо по делам, мне надо заскочить в Сбербанк, положить деньги на счет, чтобы оплатить посудомойку, потому что там такой сайт этот интересный, на котором я заказывала, там оплата только наличкой курьеру. Вот. Поэтому мне надо Марине деньги перевезти, чтобы она могла завтра оплатить мою посудомойку. Я уж сегодня мыло-посудой представляла. Господи, хотя наскоро я не буду этого делать. Потому что робот-пылесос мне тут пылесосит по утрам. Вставай давай. Вот, я каждый раз кайфую. Ой, господи, хорошо, что это не я один. Ну нет, мы не скорую посудомойку будем делать. Господи, я двое. Ну, как всегда с Рексой иду, понимаете? Спасите, помогите, как страшно. О, Боже, как страшно. Представляете, никого нет, это очень страшно. Ой. Ну, первым делом мы сейчас заедем, знаете, куда? Надо в какой-нибудь салон смотовой связи заглянуть, потому что у меня накрылась зарядка от айфона, а запасная на работе у Алишера, соответственно, привезти он сможет и вечером, а у меня 10% зарядки. И я не дотяну до вечера, мне работать надо. У меня в телефоне где-то по 6 часов в день в среднем. Вот, поэтому сейчас надо будет шнурочек новенький купить. Я вот все думаю, оригинальный брать или аналог, потому что оригинальный только мульон стоит. Решили попасть по сестрику. Зарядку не купила, деньги положила, осталось получить посылку. Сначала покатаемся. Поехали. Тут вот промзона, хлебзавод у нас. Это вся наша промзона, если честно. И то большая часть этого завода не работает. А вообще, изначально это был оружейный завод. И, собственно говоря, поэтому тут городок и возник. Мы едем вдоль реки. Вот там вот за кустами, там река Сестра, на которой стоит Сестрорецк. Смотрите, кто у меня тут есть. Я продолжаю расширять свою команду, потому что дел становится все больше. Я одна с этим не справляюсь. Сегодня я сейчас общалась с новым сотрудником, и опять этот маленький человечек поспал днем 40 минут. Не поработать особо. Но правда, вчера зато, вот он точно так же сделал, и он лег потом заснул в полдевятого, что ли. Еще весь вечер работала. Мама, я когда здесь на правом глазу так нажимаю, ему больно. Так на глаз не надо нажимать, конечно, больно будет. Глаз нежный. А на правом нету. Да? Да. Феномен. А я читала новости и увидела, что в Москве на дистанционку переводят школьников, не только в Москве, еще в нескольких областях. Думаю, да, интересно, Питер это настигнет или нет, потому что, конечно, если посмотреть, какая там кривая заболеваемость, нарисованные этой статистики недостоверные, даже там так сжик резко вверх идет. Ну и вообще как-то это меня напрягает, и мне не хочется особо по общественным местам таскаться после этого. Ну, Артемий, если у тебя опять садик закроют, то будем мы с тобой ездить к Марине на коворкинг, да? Да. Ты даже не знаешь, что это? Да. Реально, вот, честно, сейчас я каждый день думаю, блин, мне нужна машина. Очень неудобно, потому что машину сел и поехал с ребенком и погулять, и к друзьям, и к родителям, а без машины я не поеду, потому что у этого товарища режим. Ну, опять же, одно дело на электричке просто прокатиться, а другое дело, потом еще лезть в общественный транспорт, куда я не хочу, особенно, когда мы вот такие вот красавцы цепленные. Короче, машинок мне не хватает. И я уже зарегистрирована во всяких U-Drive'ов и чем-то там еще, еще откладываю это дело. Что-то там мои ежедневники делают. Мне скоро кончится ежедневник, смотрите, какой у меня ежедневник. Это от Фореста. Представали мне. Вот так, раз и два. Двухсторонний, я его почти полностью исписала. Своими куметками. Кускапки. Чего? Что делать-то будем, товарищ? Мультики. И мультики. Мама, когда работать будет, а? Никогда. А что мы есть тогда будем? Как? Там студенты мне присылают домашние задания, я должна их проверять. Вчера он весь вечер сидел и фонетику слушал. Кто как разговаривает в комментарии свои, мама? Да. Я заехал сюда. Я распаковала посылку. У ребенка теперь домик. А еще я его попросила убраться. Он, честно, убрал половину раскиданных игрушек, а осталось вот это. И что-то мне, блин, так лень это убирать. Я уже отдравила ванну, прогенералила. Ну, ты ж игрушки не убрал. Где нам играть-то? Мне с тобой сесть даже негде. Весь пол усеет. Будешь убирать? Вот здесь. Но я не хочу. Хочу, чтобы все чисто было. Еще на самом деле трудный процесс. Вы спрашиваете, как часто я заставляю его убирать игрушки, но стараюсь все время просить об этом. Психую, когда уже пройти негде. Сейчас он как минимум половину убирает. Я помогаю, конечно. Но процесс идет. Зато он уже знает, что, допустим, поел тарелку в раковину или когда с улицы приходим, то, значит, надо обувь поставить в убывницу, куртку на вешалку, шапку на полку. Это все уже проработано с игрушками. Пока тяжело идет, но я своего добьюсь. Потому что, как Алишер, который свои ботинки оставляет в коридоре, никогда не может убрать убывницу, он не будет. Я сделаю подарок его будущей жене, и он будет убирать свои ботинки в убеднице. Смотрите, уже скачет. И я себя чувствую намного лучше. И, кстати, я дышу носом с сегодняшнего дня, и я стала чувствовать запахи нормально. И, ребята, запахи не чувствуют, когда нос заложен. Это нормально. Когда он не дышит, реально, не чувствуешь запахов при любой болезни. А не только при ковиде, а то уже все снова ты не чувствуешь запахов, бегом делать тест. Хотя тест я бы все-таки сделала на антитела, для интереса. Но, это так. Мысли в суху. Я решила провести эксперимент и узнать, сколько весит Рекса. Я не уверена, что я смогу ее поднять. Так, сейчас посмотрим, сколько я вешу вечером, когда я наелась по полной программе. Утром я обычно вешу 52, или чуть меньше. 54. Рекса, иди сюда. Рекса, не дергайся. Нет, не вставай на пол. Сколько? 80 с ней. Фу. Это что получается? 26 килограмм. Рука болит. А раньше, слушайте, она меньше весила. Ну, я ее взвешивала последний раз, наверное, года три назад. Я весила 24 с половиной тогда. Полтора килограмма набрала. Ребятки, буду с вами прощаться. Уложила Артемия, поболтала с мамой. кучу работы еще сделала. Померила еще раз место, где стоит Артешина кровать, потому что я сейчас нахожусь в стадии выбора моделей. Я уже определилась, где заказывать. Вот, выбираю модель. Ну, вроде, решила сейчас заказывать, буду, и потом уже спать пойду. Так, Алишер все еще не приехал, надо ему позвонить вообще или посмотреть по геолокации, где он. Но он предупреждал, что задерживался у них там на работе, завал. Я его вижу только по ночам. Скучаю. Геолокация показывает, что он, где он. Ну, кстати, я люблю реально эту функцию, можно не тратить время на звонки. Здесь вот мы, все острики, находимся. это планшет Алишера. Это мама, а это Алишера. Что, он в центре еще, что ли? О, так, телефон на подзарядке явно домой едет. Да, видимо, через час приедет. Ладно, позвоним вообще. Ну, все, давайте прощаться, завтра увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok